Сегодня ты познакомишься с рассказом Георгия Скребицкого «Воришка» и научишься определять тему и основную мысль произведения, а также создавать постер по произведению. Георгий Скребицкий – писатель, который был влюблен в родные леса, поля, горы. Его произведения повествуют о путешествии в прекрасный мир природы. В свои произведения он вкладывал необыкновенную человечность, гуманность, опыт, различные приемы и художественные средства. Его рассказы похожи на сказки. Внимательно ознакомься со значением слов, которые встретятся в рассказе. Буфет – шкаф для хранения посуды, столового белья, закусок, напитков. Шляпа – мужской или женский головной убор с полями. Забавный и смешной рассказ «Воришка» описывает жизнь и повадки белки, которая поселилась в обычной семье. Послушай отрывок из рассказа. Но вот как-то зовет мама нас всех в столовую и показывает пустую вазочку. Кто же это конфеты отсюда взял? Мы глядим друг на друга и молчим. Не знаем, кто из нас это сделал. Мама покачала головой и ничего не сказала. А на следующий день сахар из буфета пропал, и опять никто не сознался, что взял. Тут уж и отец рассердился. Сказал, что теперь все будет запирать, а нам всю неделю сладкого не даст. И белка заодно с нами без сладкого осталась. Вспрыгнет, бывало, на плечо, мордочкой о щеку трется, за ухо зубами дергает, просит сахару. А где его взять? Один раз после обеда сидел я тихонько на диване в столовой и читал. Вдруг вижу. Белка вскочила на стол, схватила в зубы корочку хлеба и на пол, а оттуда на шкаф. Через минуту, смотрю, опять на стол забралась, схватила вторую корочку и опять на шкаф. Постой, думаю, куда это она хлеб все носит? Поставил я стул, заглянул в шкаф. Вижу, старая мамина шляпа лежит. Приподнял я ее. Вот тебе раз! Чего-чего только под нею нет. И сахар, и конфеты, и хлеб, и разные косточки. Я прямо к отцу показываю. Вот кто у нас воришка. А отец рассмеялся и говорит. Как же это я раньше не догадался? Ведь это наша белка на зиму себе запасы делает. Теперь осень. На воле все белки корм запасают. Ну и наша не отстает. Тоже запасается. Вспомни, в какой последовательности происходили события в прослушанном отрывке. Воришка найден. Беличья натура. Исчезновение сладостей. Проверь себя. Сначала исчезновение сладостей. Второй пункт плана. Воришка найден. И заключение беличья натура. А о дальнейших событиях ты узнаешь, если прочитаешь рассказ полностью. В рассказе говорится о том, что очень скоро белка стала ручная. Объясни, пожалуйста, как ты понимаешь значение выражения. Ручная белка. Ручная. Значит, привыкшая к человеку, к его рукам. Почему автор свое произведение назвал воришка? Белка делала кладовые. Она стала вести себя, как в дикой природе. Что такое тема произведения? Тема – это то, о ком или о чем повествуется в произведении. Чтобы определить тему текста, нужно задать себе вопрос. О чем это произведение? Задание. Определи тему рассказа воришка. Проверь себя. Белка устроила на шкафу тайник. Основная мысль текста – это то, что хотел сказать этим произведением автор. Посмотри на экран. Определи в предложении, в котором заключена основная мысль. Белочка все старалась забраться куда-нибудь в уголок, где бы потеплее. Белочка очень любила лакомиться сладким. И белочка жила по лесным законам. Проверь себя. Конечно, основная мысль произведения содержится в третьем предложении. Белочка жила по лесным законам. Чтобы привлечь внимание читателей, можно создать по произведению постер. Вспомни, что такое постер. Это крупный художественно оформленный плакат для рекламных целей. Подумай, какие предложения нужны для создания постера на тему «Белочка-воришка». Все оленьи рога над диваном грибами увешаны. Галстук, мамину перчатку и бабушкину косынку для гнезда в трубу затащила. Белочка грибы на сучьях сушит. И сахар, и конфеты, и хлеб, и разные косточки под шляпой спрятала. Белка утепляет дупло веточками. Выделенные контрастным цветом предложения подойдут для создания постера на тему «Белочка-воришка». Они подойдут потому, что соответствуют содержанию постера на тему «Белочка-воришка». Рассказ учит наблюдательности и убеждают, что лесные повадки остаются и у лесных зверьков. Наш урок незаметно подходит к концу. Сегодня ты узнал, как определять тему и основную мысль произведения. И научился составлять постер к тексту. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok